В эфире информационная программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Экстренная ситуация. Преподаватели Медуниверситета показали азы первой помощи. В квартире холодно и сыро. Решить проблему поможет наша телекомпания. Совсем как новый губернатор посетил восстановленный станкозавод. Рязанский станкостроительный завод, восстановленный в прошлом году, планирует выйти на доперестроечные объемы выпуска продукции. Завод является одним из крупнейших в регионе. Сейчас реализуется трехлетняя программа, которая позволит восстановить производство. Губернатор Олег Ковалев сегодня лично побывал на предприятии. Оксана Тебенихина подробнее. Губернатор Олег Ковалев посетил территорию бывшего станкостроительного завода, где в настоящее время расположено несколько предприятий. Сегодня Рязанский станкозавод выпускает и предлагает к продаже самое современное импортозамещающее оборудование. В течение 2015 года на предприятии было произведено 25 единиц оборудования разной направленности. От легких токарных до тяжелых специальных станков. Часть продукции отправляется и потребителям железнодорожных продуктов. То есть станок, который показывали, он может ремонтировать колесные пары. То есть это может быть покупать отрасль машиностроения, которая направлена на железную дорогу. Это могут покупать предприятия железнодорожного транспорта, которые занимаются ремонтом колесных пар. То есть достаточно широкий спирт, но в основном наш завод все время работал на оборону. На заводе был сделан капитальный ремонт кровли корпуса, выполнен капремонт административной части здания. Ведутся подготовительные работы по реконструкции системы отопления и газового хозяйства. В текущем году планируется провести капремонт остальных помещений завода. Активно продолжается техническое оснащение предприятия. В прошлом году было закуплено 24 единицы оборудования для обеспечения технологического цикла производства. В 2016 году планируется приобрести еще порядка 18 единиц оборудования. Сейчас мы проведем совещание, на котором обсудим все проблемы, в том числе и связанные с нашими заказчиками нашего оборудования. И в том числе рассмотрим перспективы развития строительного управления. Ну, во-первых, это лоббирование интересовое. Это работа с правительственными организациями, учреждениями. Это работа с крупными государственными корпорациями, такими как Рустех, другие оборонные корпорации. С тем, чтобы помочь выстроить им стабильные, долгосрочные взаимоотношения. В 2016 году на заводе планируется произвести до 50 единиц станочного оборудования на общую сумму порядка 700 миллионов рублей. Наряду с выпуском новых станков планируется оказание услуг предприятиям, в том числе оборонно-промышленного комплекса по модернизации и капитальному ремонту ранее произведенного на Рязанском станкозаводе оборудования. В настоящее время численность работающих на предприятии сотрудников составляет порядка 100 человек. В планах на 2016 год увеличение числа основных рабочих на 40 человек. В Рязани злоумышленник напал на девушку. Вечером 2 февраля молодая женщина стояла на остановке в ожидании транспорта, когда к ней подошел мужчина. Он, угрожая разбитой бутылкой, забрал у нее сумку с деньгами и документами. Подробнее в сюжете. Сотрудники патрульно-постовой службы, получив сообщение о нападении на девушку, по горячим следам разыскали и задержали в лесопосадке в районе московского шоссе злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на 20-летнюю Рязанку. От оперативного дежурного поступила информация о том, что якобы на остановке общественного транспорта, торговый центр «Премьер», мужчина под угрозой горлышка от разбитой бутылки отобрал у девушки сумку. Прибыв на место, данная информация подтвердилась. Потерпевший, описав его предметы, пояснил, что данный гражданин скрылся в лесополосе. Девушка была сильно расстроена и испугана. Расспросив пострадавшую, полицейские уточнили приметы злоумышленника и направление, в котором он убежал. По словам пострадавшей, мужчина с замотанным шарфом лицом выбежал к ней со стороны лесопосадки, который проходит вдоль московского шоссе и, схватив добычу, ее сумку, скрылся среди деревьев. В тот же вечер выпал свежий снег, поэтому следы злоумышленника были хорошо видны. Патрульные отправились по следу. Вскоре полицейские заметили рядом с цепочкой следов предметы, которые часто хранятся в дамских сумочках. Видимо, злоумышленник, убегая на ходу, шарил по сумке в поисках денег и выбрасывал ненужные ему предметы. Вскоре полицейские настигли злоумышленника. Мужчина не ожидал погони и от неожиданности даже не попытался сбежать. Выяснилось, что к нападению причастен 37-летний житель Оренбургской области. Злоумышленника взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчина, он без определенного места жительства, с другого города. То, что ему не хватало средств на жизнь. И он решил таким путем заработать. В ночь на вторник дежурный экипаж ДПС получил сообщение о возможном преступлении. За минуту до этого в дежурную часть позвонили граждане и сообщили, что на стройплощадке у дома номер 25, корпус 3, по улице Зубковой, двое мужчин совершают какие-то подозрительные действия. Полицейские решили осмотреться на месте осторожно и без лишнего шума. Поэтому подъехали к стройплощадке со двора и с выключенными фарами. Остановившись в неприметном месте, инспекторы увидели мужчину, который с топором и ножовкой шел от стройплощадки к припаркованному у ограждения автомобилю. И увидели, как молодой человек без верхней одежды, со стороны стройки, там, наоборот, в дом строится жилой, вот, в руках держался бы ножовку, топор, подошел к машине, к семерке, положил на переднее сидение, закрыл и ушел опять в сторону стройки. Вскоре полицейские выяснили, что приятели, 32 и 26-летние жители Рязанской области, причастны к краже силового кабеля с крана, стоящего на стройплощадке. Злоумышленники уже собирались погрузить похищенные 60 метров кабеля в свой автомобиль. Видимо, во время демонтажа воришку заметил либо прохожий, либо житель соседнего со стройкой дома, который и позвонил в полицию. Вот мы остановились, представились, спросили причину здесь нахождения, он находился в состоянии алкогольного пенения, запах от него был. Вот, он пояснил, что с другом просто гуляет. И в этот момент мы увидели, как с стороны стройки быстрым шагом еще один молодой парень идет. Соответственно, мы их задержали, патруль на автомобилях посадили. Задержав злоумышленников, инспекторы ДПС вызвали на место преступление следственно-оперативную группу, которая провела необходимые следственные действия. Злоумышленников взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело. Январское похолодание миновало, но его след еще не простыл. Морозы наглядно продемонстрировали, что в Рязани вновь оказались не готовы обеспечить людей теплом должным образом. Страницы в социальных сетях и телефонной редакции стали раскаляться от огромного количества жалоб на качество отопления. Анна Герцовская разбиралась с одной из таких проблем. В Рязани достаточно много таких домов, жильцы которых испытывают проблемы с водоснабжением, отоплением или коммунальными услугами. И сегодня мы решили заглянуть в один из таких прекрасных домов, который собрал с себя все проблемы. Валентина Ивановна Мотина пережила ленинградскую блокаду, затем сразу же переехала в Рязань. Она многое помнит с тех времен и вспоминает поведение дворников в довоенное время. Говорит, что тогда уборка осуществлялась рано утром, до того, как люди начинали идти на работу, чтобы не пылить и не мешать гражданам. А сейчас даже не хочет комментировать уровень уборки в своем собственном дворе. Всех проблем своего дома она запомнить уже не может, поэтому записала их на листок. Проблема с отоплением в ванной комнате. Она не отапливается уже несколько лет. Несколько лет. Обращались неоднократно в ЖУ, но результат никакого. Теперь о капремонте. Дом наш заселен в 62-м году, 53 года назад. И, безусловно, он требует капитальных ремонтов. Капитальный ремонт нашего дома запланирован. Теперь я должна дожить до 110 лет, чтобы дождаться этого ремонта. Многие жильцы дома номер 51-53 на улице Дзержинского собрались, чтобы поделиться проблемами. Одна из квартир здесь является нежилой. Ее хозяйка уехала в другой город. Попасть туда невозможно, хотя необходимо. Ведь по вине этой квартиры в одном из подъездов полностью отключено отопление в ванной, что уже приводит к заболеваниям жильцов. У теть Вали уже его давно нет, вторую зиму. А у меня волнами. Греется батарея, холоднеет. Греется, холоднеет. Знаете, как будто я воду прибавляю горячую, убавляю. А у нее вообще не доходит до нее даже. Простудиться после принятия в ванной – это привычная ситуация для жителей злополучного дома. Здесь существуют проблемы с протечкой крыши. На ней есть дыры, но ремонта не осуществляется. И больше всего жители возмущают неубранная территория во дворе, которого и так практически нет. Основное место перед домом занимает теплотрасса. Наш дом как призрак. Вот он есть, но его нет. Везде делаются дороги, везде делаются детские площадки, везде все делается, но у нас ничего нет. Вот вы сами видели. У нас бардак. В подъездах жителей пугают оборванные провода. Причем не все жильцы знают, для чего они предназначены. Еще один вопрос – фундамент здания. Дом построен в 1962 году. Ремонта ни разу не проводилась. Фундамент не только трещит по швам. Он еще порос плесенью и мхом. Ответить по существу за все неудобства в управляющей компании этого дома нам отказались. Вам жалуются люди? Вы приедете сюда и все расскажите. Вы мне можете как-то откомментировать? Никак не могу комментировать. Нет, по поводу… Вы, если сели в компанию, приезжайте сюда, пожалуйста. Спокоятся по поводу того, что нет у них отопления в доме. Вы слышали что-нибудь об этом? При всем этом жильцы дома на улице Дзержинского очень надеются на то, что ситуация будет иметь разрешение. А пока они продолжают платить более 5000 за обслуживание своего жилья и предоставляемые коммунальные услуги того дома, который не выдерживает никаких стандартов. То ли некоторые водители экономят на покупке детского кресла, то ли надеются на извечную русскую авось. Пренебрегая простыми правилами, родители зачастую рискуют жизнью и здоровьем собственного ребенка. Несмотря на предупреждения автоинспекции и штрафы, до сих пор на дорогах города встречаются безалаберные водители, в салоне машин которых дети находятся в противоречии правилам перевозки несовершеннолетних. На Рязанской улице Дзержинского Мазда столкнулась с деревом и внедорожником. Пострадали два ребенка. 4 февраля приблизительно в 16.15 в городе Рязани на улице Дзержинского 38-летний водитель, управляя автомобилем Мазда, не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево и припаркованный автомобиль Land Rover. В салоне Мазда находились двое детей, которые ехали без ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 12-летнюю дочь, виновника аварии, госпитализировали в больницу, а водителю Мазда и его 7-летнему сыну оказали помощь на месте. Сотрудники ГИБДД неустанно обращаются к здравому смыслу родителей и напоминают о том, что перевозить детей без детских удерживающих кресел нельзя ни в коем случае. Но, к сожалению, ни убеждения, ни штраф в размере 3000 рублей за отсутствие детского удерживающего устройства не всегда заставляют водителей задуматься о безопасности своего ребенка в автомобиле. О понимании собственной беспечности приходит только после ДТП, в которых страдают дети. И, к сожалению, статистика неумолима. В 2015 году в Рязанской области в дорожно-транспортных происшествиях, где водители являлись пассажирами транспортных средств, погибло 10 несовершеннолетних. 200 получили травмы различной степени тяжести. К административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в прошедшем году было привлечено более 3200 водителей. Поэтому в очередной раз, сажая свое чадо в салон автомобиля, все же задумайтесь, стоит ли экономия на покупке кресла или ваша собственная беспечность, здоровье, а порой и жизни ребенка. В Рязанском медицинском университете продолжаются биохимические научные чтения. Второй день конференции открыла церемония возложения цветов к мемориальной доске академика Евгения Алексеевича Строева, которая находится на фасаде учебно-лабораторного корпуса. Крупный учебный биохимик широко известный в нашей стране и за рубежом исследованиями в области регуляции клеточного метаболизма. Он возглавлял РСГМУ на протяжении 12 лет. Крупный ученый-биохимик широко известный в нашей стране и за рубежом исследованиями в области регуляции клеточного метаболизма Евгений Строев возглавил Рязанский государственный тогда еще мединститут в 1987 году. В трудное для страны время, в сложнейших социально-экономических условиях, он обеспечил не просто стабильное развитие института, но и сумел вывести образовательное учреждение в статус университета. Медицинский вуз, осуществляющий обучение студентов на трех традиционных факультетах – лечебном, медико-профилактическом и фармацевтическом – превратился в многопрофильный университет с высоким научным потенциалом и современной научно-методической базой, на основе которых сегодня вуз продолжает успешно развиваться. В истории каждого вуза есть такие моменты, которые остаются очень знаковыми. И в череде больших событий, ярких дат, побед, остаются, конечно, моменты, которые мы должны чтить и помнить. И Евгений Алексеевич Строев, ректор нашего университета, навсегда, конечно, вписал свое имя в историю не только вуза, но и действительно в отечественной науке. Много слов коллеги сегодня сказали о вкладе Евгения Алексеевича в развитие биохимии. Науки фундаментальные, тяжелые и сложные к познанию, и студентами, может быть, даже и на более высоком уровне. Тем не менее, он ей служил всю жизнь и развивал ее. Тем не менее, мы понимаем, что без того вклада, который он сделал, он и в развитии вуза, и в целом в том направлении, в котором он жил и к чему он служил, наверное, вуз был не такой, да и наука наша была бы не такая. Торжественное возложение цветов к мемориальной доске состоялось во второй день конференции и в день рождения выдающегося ученого. Почтить память Евгения Строева пришли его коллеги, ученые, знавшие его лично. И каждый из пришедших подчеркивал, Строев остался в их памяти, как воплощение самых достойных человеческих качеств. Мы очень часто встречались на конгрессах, на конференциях, на конгрессах зарубежных и отечественных. Мы работали в высшей акционной комиссии, членами ВАГ вместе. Поэтому, конечно, для меня и Строев – это и большой друг, и большой человек, большая личность, который и организатор, безусловно, и плюс еще, конечно, ученый. Он запомнился как душевный друг и очень надежный человек. Неоценимый вклад Евгения Алексеевича Строева в науку отмечают специалисты по сей день. Именно он, исследуя узкую и сложную область в медицине, заложил ту фундаментальную научную базу, на которой до сих пор строятся все исследования и научные разработки. А учебник по биохимии, написанный Строевым, спустя два десятилетия все также востребован в библиотеке медуниверситета. Померить пульс, сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, остановить кровотечение или зафиксировать перелом. Оказанию первой медицинской помощи учат еще в школе. Но на деле оказывается, что зачастую даже взрослый человек не знает, что делать в случае экстренной ситуации. Марина Комиссарова побывала на мастер-классе, на котором преподаватели медуниверситета не только рассказали, но и показали, как оказывать первую помощь. Никто не застрахован от несчастных случаев. И в любой момент ситуация может сложиться так, что медицинская помощь понадобится вашим близким. Быстрые и четкие действия могут спасти жизнь человека. Вот почему так необходимо знать элементарные алгоритмы оказания первой доврачебной медицинской помощи. Взрослый здоровый человек, как утверждают специалисты, может привести в себя пострадавшего с сердечно-легочной недостаточностью буквально за 10 минут. Ни одна скорая не приедет за столь короткий срок, а ведь каждое мгновение – навес человеческой жизни. Мы проводим подобные мероприятия, так что им очень необходимо обозвестить максимальное количество людей о первой помощи, так как каждый человек не застрахован от того, что рядом с ним окажутся пострадавшие. Скорая помощь может ехать долго, и поэтому мы считаем нужным обучить максимальное количество людей оказывать вот эту доврачебную помощь. Я думаю, что человек, который знает самые минимальные алгоритмы и умеет оказывать, владеть навыками оказания первой помощи, он не растеряется, в нужный момент сделает все правильно и поможет близкому человеку. Проведение мастер-классов для сотрудников бассейна «Аквамед» – лишь одно из ряда подобных мероприятий. На этот раз темой занятия стала сердечно-легочная реанимация при первых неотложных ситуациях – клинической смерти с остановкой сердца, дыхания и потерей сознания, и попадание инородных тел в верхние дыхательные пути. Не зря мы это стали проводить в бассейне, потому что в бассейне наиболее актуальна тема утопления. Но первая помощь при утоплении очень близка к базовой сердечно-легочной реанимации. Поэтому начнем с нее и закончим утоплением. Благодаря использованию специальных манекенов из технической базы симуляционного центра обучения изучать правила оказания доврачебной помощи можно не только на словах. Каждый из присутствующих попробовал применить на практике техники, о которых рассказал преподаватель. Подойти сзади и постучать по спине. В чем неправильность этого действия? Представьте, дыхательные пути – это трубка. Внутри трубки, например, находится шарик. Вы начинаете стучать по этой трубке, и шарик в силу притяжения земли, что делает? Проваливается еще ниже. То есть если вы в вертикальном положении человек начали стучать по спине, вы только ухудшаете его состояние на самом деле. Если человек может кашлять и может дышать, лучше, чем кашлять, вы ничего не сделаете. Природа придумала кашель как наиболее эффективное средство удаления народных тел. Удобные мастер-классы станут регулярными, ведь главной их целью является привнести в массы основные знания, которые помогут избежать сотен несчастных случаев. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым бутиком «Галерея Новведенской». Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok